На протяжении двух лет Наталья Богорина проводит занятия по адаптивному спорту. Если раньше на окружные соревнования отправляли семью победителя по итогам городских мероприятий, то сейчас по-другому говорит тренер. В этом году у нас всё поменялось в связи с карантином. Мы провели информацию среди наших занимающихся путём социальных сетей. У каждого тренера есть закрытая группа. И мы проинформировались. Семья Вергасовых откликнулась. Домашние тренировки у Вергасовых каждый день, а отчёт в виде фотографий – тренеру. Мама Татьяны и папа Евгений очень гордятся своей дочкой. С января Анна Вергасова занимается адаптивным плаванием и успехи уже есть. Кстати, сейчас в семье идёт активная подготовка к окружной онлайн-спортакеаде. В данный момент занимаемся разработкой эмблемы нашей команды. И девиз – кричалка. Ну и, конечно, начинаем подготовку к основным вопросам, что может нас там ожидать. Аня Вергасова – огромный фанат животных. Больше всего девочка любит рисовать или пить из пластилина именно их. В большинстве случаев это коты, но также в коллекции есть совы, лисы, собаки, черепахи и даже яркие попугаи. Это я рисовала в Доме детского творчества. А почему именно рыжий ход? Потому что так надо было. А на тренировках по адаптивному плаванию, как признаётся Аня, очень любит нырять. Основная цель таких занятий – разработка тазобедренного сустава и поддержка всего детского организма. Это немаловажно. Мы хотим дать для себя, для ребёнка какие-то результаты. То есть это в части соревнований и занимать какие-нибудь либо призовые места. Живая картина, крокодил, слова о спорте и ещё четыре конкурса онлайн-спартакеада стартуют уже 9 июня в полдень. А начнутся семейные состязания с традиционной визитной карточкой. Её все участники готовили заранее. Галина Зорина, Дмитрий Смирнов, Евгений Трефилов, телерадио «Компания Юганск».